Здравствуйте, товарищи! Сегодня ролик посвящен такому очень важному вопросу, как теория общественно-экономической формации Маркса. А название этого ролика такое – Гегель, марксистская теория общественно-экономической формации и Платошкин. Я думаю, что все вот эти категории будут задействованы в этом ролике. Гегель задействован в своей теории меры, узловая линия отношения мира. Если вы откроете вторую книгу «Науки логики Гегеля» «Учение о сущности», там вы найдете вопрос о переходе количественных изменений в качественные. Они приводят к скачкам. Там вы найдете узловую линию отношений и меры. Примеры этой узловой линии очень простые обычно. Какие? Это нагревание льда. Это вода в твердом состоянии. Потом она превращается в жидкое состояние. При дальнейшем нагревании она превращается в парообразное состояние. И получается, что нагревание идет равномерно и постоянно. А преобразование, собственно говоря, воды, они скачками идут. Сначала вода, сначала лед, 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 потом вода, потом вода, вода, вода и пар. Ну, говорят, что если вы будете дальше нагревать, начнутся разлагаться эти самые, распадаться материи на отдельные атомы, это будет плазма. Так что в учении о сущности есть такой раздел, как узловая линия отношений и меры. И этот вот подход был принят Марксом и Энгельсом при разработке учения в общественной экономической формации. Надо было взять какое-то количество, которое такую роль играет, как температуру при нагревании воды. Какое количество, какой количественный показатель нужно взять для того, чтобы можно было по этому показателю определять, куда идет движение. Таким показателем является показатель, характеризующий развитие производительной силы труда. Так? Или показатель развития производительных сил. А как он называется? Производительность труда. И вот, если мы будем так рассматривать, с точки зрения изменения, изменения орудий труда, средств производства, как они влияют на производительную силу труда, и будем учитывать показатели производительности труда, мы увидим, что по мере развития производительных сил уже не только сообща можно выжить, как можно было выжить в первобытной общине, а можно уже выжить и не сообща, а выделившись из общины, при том уровне производительности труда, который был. Для этого надо, чтобы некоторые работали, а другие могут уже смотреть за тем, как вот эти некоторые работают. Вот те, которые работают, уже стали называться рабами, а те, кто следят за тем и контролируют. А если надо, и убивают этих рабов. А убивать их было вполне понятно, почему. Потому что они, как правило, завоеванные представители другого племени, как бы их вот оставили живыми, а могли бы и убить сразу. Поэтому могут убить и позже, в любой момент. То есть раба можно продать, купить, убить. Благодаря переходу к рабовладению началось развитие наук, искусств, культуры и быстрое развитие производительных сил. И в итоге мы получили такой рост мощнейших государств. И вдруг эти государства стали распадаться, разлагаться. И какие-то там, можно сказать, варвары, считаются они прямо дикарями, эти варвары, они разбили эти мощные государства. А почему? А восстановились эти государства? Нет. А восстановились уже государства другие, где нельзя было работника, непосредственного производителя, материальных благ убить. Но можно было его избивать, можно было бить, можно было продавать, покупать, заставлять работать. Но он должен быть заинтересован в этой работе. Вот, скажем, крепостной крестьянин, крестьянин, который работает на феодала, на помещиках, если брать Россию. Вот этот крепостной крестьянин, он у себя работает, но у себя он работает на помещичьей земле. И он может эту помещичью землю будет использовать только для своих нужд, тогда он будет работать у помещика. Но он у помещика должен работать хорошо, иначе он потеряет эту землю. Поэтому совсем другая тут была мотивация, нежели как у раба. И поэтому продвинулось человечество в развитии производительных сил еще в большей степени. А поскольку крестьяне создавали, прежде всего, предметы потребления, питания, то это потом способствовало развитию других всех сфер и появлению, так сказать, развитой промышленности, движения мануфактуры к появлению фабрик, ну а дальше уже фабричное производство. И те средства производства, которые были, еще дало колоссальный скачок в росте производительности труда. Не как сейчас там 5%, 7%, а допустим 6 тысяч процентов прирост производительности труда. Или 7 тысяч процентов, когда вы от ручного ткачества переходите к ткацкому станку. И так далее. То есть колоссальный рост, и еще произошел скачок от теодализма к капитализму. Капитализм дальше стал развиваться, и прогрессивную роль капитализма нельзя не отметить в развитии производительных сил. Правильно? Бурное развитие производства шло, создание городов очень крупных. Раньше города назывались так, потому что их огораживали, противника отерет. города – это, можно сказать, средоточие промышленности. И эта промышленность – это не просто какие-то мануфактуры, где рядом, бок о бок, сидят разные работники и на условиях простой кооперации делают то же самое. Нет, кооперация стала уже сложной, она стала такой, которая, как писал Маркс, такая форма труда, при которой много лиц планомерно работает в одной, в одной были связаны между собой процессы производства. Появилась планомерность, и эта планомерность стала расширяться. И вот острова планомерности вместе с развитием фабричного производства всё больше и больше возникали. Только на этой почве стали возникать идеи, а нельзя ли такое построить планомерное хозяйство, которое охватило бы всю страну, всё производство. Поэтому идеи тоже имеют материальные корни. Но для этого нужно было, чтобы вот эти фабрики, это развитие капиталистического производства привело к созданию целого класса, который был заинтересован в этом преобразовании. Вот когда этот рабочий класс вырос и стал большим, то, как писал Маякловский в поэме Владимире Ильич Ленин, город грабил, греб, грабастал, глыбил пузо-касс, а у станков худой и грабастый стал рабочий класс. И дальше, и дальше рабочий класс уже стал вести борьбу за своё освобождение. В результате, ну, на какой почве? На почве вот такого развития производства и производительности труда, и фабричного производства. Рабочих стало много, они могли на многое влиять, и они многое могли остановить, а не только продвигать, и так далее. И вот ещё один скачок, переход из одного состояния в другое, ещё один скачок, это был скачок, переход к следующей формации, какой? Которая основана на общественной собственности. Итого, можно посчитать теперь все общественные экономические формации, которые мы знаем, и учения о которых разработали Маркс и Энгельс, и особенно Энгельс в книге «Происхождение семьи и частной собственности государства», так сказать, всю эту историю очень кратко изложил. Ну и Маркс в Куриске Годской программы об этом же сказал тоже. Значит, что мы получаем? Получаем тоже узловую линию отношений и меры, но мерой тут является производительность труда. Вот эта производительность труда, она всё увеличивается, нарастает, и вот вроде не меняется, и меняется строй, скачок, и появляется дальнейшее бурное развитие производительности труда. Вы знаете, что, когда в Советском Союзе было создано плановое хозяйство и общественное собственность на средства производства, что мы получили? Мы получили 20 и 22 процента прироста производства, что, если, глядя на нашу современную жизнь, выглядит фантастикой. Но это и была не фантастика, и она реализовывала то, о чём прямо говорил генеральный секретарь, товарищ Салин, что в другие страны этот путь индустриализации и этот путь, который сводился к тому, чтобы с лошади пересесть на крупное машинное производство, пробежали за 100 лет, а мы должны пробежать за 10 лет, иначе нас сомнут. И пробежали за 10 лет, и смять не удалось, и поэтому Советский Союз победил Великую Отечественную войну. Короче говоря, эта теория марксистская общественно-экономические формации говорит о том, что общественно-экономические формации появляются по объективным причинам в связи с развитием производительных сил и соответствующим развитием изменений производственных отношений. Если перечислять эти формации, получается их пять. первобытно-общинный коммунизм, потом три формации, основанные на частной собственности, рабовладельческая, феодальная и капиталистическая. И снова возвращение к коммунизму, но на базе всего того, что добыто в предшествующей эпохе. То есть за время феодализма, вон какие сейчас прекрасные здания, сооружения у нас, самые красивые здания при феодализме построены, при капитализме хуже построили здания. Вот все приобретение всего человечества кладутся в основу, они не пропадают. Мы, когда говорим об отрицании, диалектическом, то мы имеем в виду не отбрасывание, не разрушение, а мы имеем в виду создание на этой основе еще более передового. И, кстати, вот есть разные переводы. Есть один такой перевод, что весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Во-первых, рифма тут не очень была, разрушим, построим, не совсем. А есть другой перевод. Весь мир насилия мы разроем до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Разроем точно, так сказать, изменим, видоизменим, приспособим, достроим и так далее. Мы же не сначала начинаем. Социалистическая революция далеко не сначала начинается. Она начинается тогда, когда уже подготовлен общественный характер производства. Осталось только иметь общественную собственность на средства производства. И вот получается таких пять формаций. После рабовладения феодализмом и капитализмом идет коммунизм. Ну, а можно свести это в три формации, потому что вот три формации, в которых есть враждебные классы, рабовладельческая формация, формация феодальной, формация капиталистическая, это одна большая частнособственническая формация, в которой только меняются формы частной собственности, но частная собственность остается. Итого мы получаем резюме для тех, кто хочет запомнить, для тех, кто хочет, так сказать, легко изучить самую суть марксистского учения, что был коммунизм проработно-общинный, потом произошло его отрицание, отрицание это всегда и сохранение того, что было добыто в предшествующее время, и получилось отрицание, это частнособственническая формация, большая, состоящая из рабовладения, феодализма и капитализма, и, наконец, второе отрицание, то есть возвращение к коммунизму, но не к первобытному коммунизму, а к тому коммунизму, который обогащен всеми достижениями, ни одно из которых не зачеркивается, ни в феодальное время добытое, ни в период рабовладение, в том числе и водопровод построенный, рвами Рима тоже сюда включается, и, безусловно, все достижения капиталистического способа производства, капиталистической, общественной, экономической формации, потому что человечество развивается историческим путем, ничего не отбрасывает, а оно всегда строит, надо сказать, все более глубоко и все более широко, и идет развитие. Вот, собственно говоря, что получается? Получается, что на место собственности частной приходит снова, снова общественная собственность. Те, кто изучает диалектику, понимают, что вот есть такой закон отрицания-отрицания, первое отрицание, первое отрицание, это, так сказать, собственно отрицание, а второе отрицание-отрицание, это возвращение к тому, что отрицалось первым отрицанием. Поэтому Сначала был коммунизм, потом его отрицание, три формации, все отрицали этот коммунизм. И отрицали до того, что произошло второе отрицание, они развили общественный характер производства, осталось только соответствующую форму общественных отношений, сделать тоже общественную собственность на средства производства. Понятное дело, что вот там конкретно, это не так кратко выражается, потому что для этого нужно, чтобы был переходный период от капитализма к коммунизму. Вот в Советском Союзе он этот период занял время с 1917 по 1936 год. Потом развитие первой фазы коммунизма, а вот со второй у нас произошла осечка, потому что вместо того, чтобы двигаться дальше вперед, победили те люди, в том числе верхушки партии, которые говорили, что надо убрать диктатуру пролетариата, и убрали. А смысл диктатуры пролетариата не только в руководящей роли рабочего класса, это, так сказать, вот такое понятие в виде наличного бытия, учения о диктатуре пролетариата. А есть еще и в работе Ленина, направленном для наших товарищей из других партий, которая звучит так, что диктатуру пролетариата есть упорная борьба, упорная борьба, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. Что значит отменить диктатуру пролетариата? Отменить упорную борьбу против сил и традиций старого общества. Как вот сейчас бы кто-нибудь к нам пришел и сказал, все, вся ваша, не нужна борьба, перестаньте. Идите отдыхайте, а деньги получайте, и все будет хорошо. И коммунизм сам придет, он уже скоро придет, буквально вот-вот-вот-вот-вот. То есть страшно не то, что, так сказать, другой, другая тенденция противоположная имеет своих носителей и продвигает. Такие тенденции были при социализме, при социализм второй противоречивый. И здесь есть противоречия, их там пять противоречий. Это противоречие между коммунистической природой социализма и его отрицанием, связанным с выхождениями с капитализма, между непосредственно общественным характером производства и товарностью, между бесклассовой природой коммунизма и еще неполным преодолением деления общества на классы, между полномерным характером социалистического воспроизводства элементами всех инвестий в его организации, и между социалистическим характером системы государственного плана, централизованного управления, в которой в ядре имеет и партию коммунистическую, и карьеризмом, и вирократизмом, местничеством и ведомственностью, которая не может быть преодолена в рамках самого аппарата управления. Вот поэтому во второй программе партии, которую подготовил Ленин, было записано, что в дальнейшем при общем росте производительности труда, обратите внимание, производительность труда, опять та самая, с которой связано движение по формации, сокращение рабочего дня до шести часов с обязательством два часа ежедневно уделить без всякого особого вознаграждения обучению военному, профессиональному искусству и практическому обучению техники государственного управления. Вот так это выглядит. Ну а в целом, вот это все учение, как выразить переход от частной собственности к общественной? Ну вот в манифесте коммунистической партии Маркс и Энгельс пишут такую гениальную фразу. «Наше учение можно выразить одной фразой – уничтожение частной собственности». Ну люди, не изучавшие диалектику, не понимающие ее, они думают, что это надо ломать частную собственность, собственно, объекты собственности ломать. А частная собственность – это не объекты собственности, это не фабрики и заводы, это не поля, это не учреждения, это отношения, отношения, которые состоят в том, чтобы работали все, а получали главное богатство – некоторые. Вот это должно быть уничтожено. Так вот, наше учение можно выразить одной фразой – уничтожение частной собственности. Ну вот я уже два пункта, можно сказать, изложил из того, что намечено. Это первый пункт о том, Гегель, который разработал узловую линию отношений меры. Это вот понимание узловой линии отношений меры легло в основу, разработанной Марксом и Энгельсом теории общественно-экономических формаций. Осталось только ответить на вопрос, а при чем здесь Платошкин? Действительно, при чем здесь Платошкин? А Платошкин, если вы его отвозьмете, он такой шумный стал, я бы о нем и не говорил, но он сам очень много шумит и привлекает к себе внимание. И настолько он привлекает к себе внимание, что я вот заинтересовался, открыл Википедию, а в Википедии есть ссылка на его выступление. Самое хорошее, чтобы никто-нибудь там про него что-то сказал. Нельзя же, мало ли, кто-то здесь присутствует, возьмет и скажет плохое. Я скажу, что вы говорите, не человек, а на праслину. Поэтому я, значит, включил и послушал, что говорит Платошкин, который себя, вроде как, некоторые почему-то считают, что он сторонник социализма. Не знаю, почему считают. Я послушал самого Платошкина. Что он говорит? Он говорит, мы не против частной собственности. Я думаю, этого достаточно, чтобы понимать, что он против Маркса и Энгельса. Против марксизма. Антимарксист. Более того, мы за поддержку мелкого и среднего бизнеса. Ну, где тут что тут? Где тут какой социализм? Во-первых, даже в переходный период мы не поддерживали мелкий и средний бизнес, а мы допускали его в период НЭПа. Допускали, потому что у нас задача была не развивать мелкий и средний бизнес, который потом сам переходит в крупный бизнес и все забирает в свои руки. А у нас была задача другая. Пока нет у нас полномерного развития, пока еще только строится полномерное хозяйство, когда еще пятилетки не начали действовать, а начали действовать по существу с конца 20-х, начало 30-х годов, 28-го года. И вот до этого периода мы всячески допускали и понимали, что раз у вас нет социалистического планирования и социалистической организации, а есть только социалистическая собственность, от того, что я собственность на фабрику, а там полномерции не будет, и даже собственность на все другие объекты, надо, чтобы был составлен государственный план, и надо, чтобы научились его выполнять. Вот когда пошли пятилетки, вот тогда уже речь шла об вытеснении этой мелкой и средней частной собственности, и вообще всех других укладов, которых у нас было пять. Был патриархальный уклад, он, так сказать, постепенно вытеснялся, его вытесняли капиталистические уклады. Теперь мелкотоварный уклад, это крестьянский колхоз, когда стали создавать, и совхозы. Сначала совхозы, а потом и колхозы. И постепенно крупное производство пошло. Но не такое крупное производство, которое было бы крупным бизнесом или средним бизнесом, а такое производство, которое было встроено через контрактацию, и через машино-тракторные станции государственные, и через систему совхозов, в единую систему подчинения производства общественным интересам, и благодаря этому это была не частная собственность, а особая форма общественной собственности. Колхозное производство – это особая форма подчинения производству общественным интересам. И две формы у нас тем самым было – общественные собственности, а собственность общественная одна. Некоторые думают, что их две. Какая же ты собственность, если это на одно, а это на другое? Нет, одна собственность на все, на все средства производства. Только одна – это форма подчинения производству общественным интересам непосредственно через плановые задания, А вторая связана с кооперацией, с использованием кооперативов сельскохозяйственных, которая связана с контрактацией и с тем, что основные средства производства у государства, земля у государства, машины, техники, то, что Хрущев быстренько заставил колхозы купить их, это было в руках государству. Вот это то, что обеспечивало общественную собственность на средства производства. Платошкин – враг всего этого дела, враг общественной собственности, противник общественной собственности, он сторонник этого самого мелкого и среднего бизнеса, который, как известно, рвется всегда. Ну, мелкий стремится стать не мелким, а средним, а средний, уже без помощи Платошкина, как говорится, если надо, он удушит этого самого Платошкина и создаст крупный бизнес, самый настоящий. Потому что это, так сказать, естественный процесс. Если вы за частную собственность, то частная собственность, она эти вопросы решит и уже вас не спрашивает. Поэтому таких, как Платошкин, можно только пожалеть. И как после того, когда вот это все известно, то, что я сегодня рассказывал, ну, только я это сокращенно как бы рассказывал, но это считать, что это неизвестно для советских людей, так не бывает. Мы живем граждане в Советском Союзе, и в Советском Союзе очень много людей, которые знают Маркса, Энгельса, Ленина. Кто не знает, пусть узнает. Вот, если надо, так сказать, у нас есть Красный Университет, приходите, никому ни деньги не надо платить, никого не останавливать. Пожалуйста, изучайте. Если вам тяжело самим изучать, так сказать, и трудно Ленина, пожалуйста, вот на канале Академии Смыслов Лоббио уже обсуждено 45 томов Ленина с товарищем Владовиченком. И он говорит, пожалуйста, идите, изучайте, отмечайте. Вот товарищ Колпакиди, говорит, он отметил даже нашу деятельность. Меня даже вспомнил. Спасибо ему за то, что он, говорит, пропагандой хорошей занимается, а так вообще что-то я ему не понравился. Ну, я думаю, что мы здесь работаем не для того, чтобы кому-то понравиться, правильно? Может, Платошкину не понравится, что я сказал. Но это же не комплимент, это же политика. Тот человек, который пришел в политику, должен знать хорошо, что он всегда может получить отпор. И очень серьезный. Поэтому не надо обманывать людей, не надо дурачить людей. Люди у нас в нашем обществе, прошедшие, так сказать, социализм, достаточно грамотные. Они прекрасно разбираются. Этот номер с обманом уже больше не пройдет. Спасибо за внимание. Михаил Васильевич, жалко Платошкиного? Зловая линия отношения и меры в учении обытии находится. Такая. Это же количество. Мер, зловая линия отношения и меры. Ой, да, в учении обытии, правильно. Вот это правильно. Ух ты, черт. Ну, ничего не сделаешь. Все, можно пересчитать. Ошибка вышла. Пусть покритикуют меня. Вы скажете, вот... Не, я знаю, что вы так ответите. Нет, нет. Вы скажете, вот узловая линия в этом находится не в учении, а в сущности учения бытии, а Платошкин действительно подлез. Ну, чего они могут? А что он может возразить? Он же сам вот написал. Причем он хочет, чтобы его поддерживал мелкий и средний бизнес. Деньги что-то давали. Ну, ты хочешь новейший, понятно тогда. А то новый социализм, видите ли, он новый. Был национал-социализм, а это еще новый какой-то. Новый, это значит, сейчас не собственная. Ну, конечно. Новейший. Блестит. Новый, это значит, сейчас не будет.